Новые возможности для жителей Качгарта и ближайших микрорайонов. Воспользоваться услугами по принципу одного окна отныне они смогут в одном из подразделений Центра соцобслуживания населения. Будут как новенькие. Вертолеты Наридмарского авиаотряда отправятся на ремонт в Саратовскую область. Более 200 вакансий в области нефтепромысла. Геотекси и саморазведка набирают специалистов для работы на месторождениях. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нежалова. Еще один офис МАИ-документа открылся в Наридмаре. Теперь получить необходимые услуги по принципу одного окна можно в комплексном центре социального обслуживания населения по улице Рабочая. Там открылись два новых окна для предоставления госуслуг. Распахнул свои двери для удобства граждан еще один офис МФЦ. Два новых окна, которые с сегодняшнего дня будут работать в здании комплексного центра социального обслуживания в Хариверской, уже принимают первых клиентов. Давайте мы вас зарегистрируем, и вы сможете получать услуги в электронном виде. Например, да, необходим только паспорт. С доброй улыбкой первого гостя встречает одна из сотрудниц территориального подразделения Елена Ворона. Ведущий инженер-инспектор уверена, уже завтра сюда будут приходить десятки клиентов, ведь место выбрано не случайно. Здесь располагается гостиница, как бы наплыв людей большой, поэтому мы будем востребованы по поводу паспорта, свидетельства о рождении. Я думаю, будем принимать заявочки на СНИЛС. Я думаю, что будет востребовано, так как сюда люди приезжают в сел, им необходимо будет оформлять документы. Жителям сел и города можно будет не только оформить документы, но и зарегистрироваться на портале госуслуг. Их, несмотря на скромные размеры офисов, здесь будет предоставляться более 360. Перечень услуг, которые будут оказываться здесь, такой же, ничего не меняется. Все то же, как и на Ренмарском офисе и в офисе поселка Искателей. Специалисты обученные, специалисты достаточно грамотные. Все системы у нас подключены, а ИСМФЦ и по услугам Росрееста система подключена. В настоящее время в окружной столице открыто 9 окон многофункционального центра «Мои документы». Еще 4 окна обслуживают жители округа в поселке Искатели, 18 в других муниципалитетах региона. В настоящее время региональный центр «Мои документы» предоставляет 365 федеральных, региональных и муниципальных услуг. За 7 месяцев текущего года в окна МФЦ обратилось более 37 тысяч жителей региона. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». У предпринимателей округа может появиться промплощадка. Бизнесмены и представители администрации округа посетили территорию на Ренмарсе и сморазведке. Предприятие располагает объектами для обслуживания автотранспорта, токарным цехом, ремонтными мастерскими и другими помещениями, которые выставлены на продажу. Предприниматели осмотрели гараж для грузовых автомобилей, склад для запчастей, теплые и холодные гаражи. По словам Сергея Паромова, начальника сектора развития предпринимательства, эти объекты были бы интересны для предпринимателей, связанных с транспортной деятельностью. К примеру, сегодня в городе нет специальных площадок для большегрузов. Мы будем ждать от предпринимателей предложений по проектам, которые они хотят реализовать на базе промплощадки. Дальше мы будем с ними обсуждать эти проекты, рассматривать различные варианты и, соответственно, принимать решение о создании промплощадки на территории округа. Предполагается, что округ возьмет на себя затраты по приобретению или созданию промплощадки, а предпринимателям будут предоставляться в аренду на льготных условиях помещения. Организовать на территории Нинецкого округа промышленную площадку – инициатива губернатора Игоря Кошина. Она должна стать следующим шагом на пути к созданию инфраструктуры для предпринимателей. Наринмарский авиаотряд в этом году отремонтирует семь вертолетов. Четыре воздушных судна уже обновлены. Два будут направлены на капитальный ремонт в Саратовскую область. Как следует из материалов портала госзакупок, винтокрылые машины будут обновляться на производственных площадях акционерного общества 356-й авиационно-ремонтный завод в Саратовской области, входящего в холдинг «Вертолеты России». Стоимость ремонта каждой машины – 14,7 миллионов рублей. Как пояснили в Наринмарском объединенном авиаотряде, оба вертолета с момента последнего капремонта в ноябре 2014 года налетали 2000 часов, а это максимально возможный налет, после которого необходимо очередное обновление. Машины произведены в 1986 и 1987 годах. С начала года капремонт прошли четыре вертолета Наринмарского авиаотряда. В настоящее время парк воздушных судов авиапредприятия насчитывает 11 вертолетов Ми-8Т, два вертолета Ми-8ТП, три вертолета Ми-8МТВ-1, восемь самолетов Ан-2 и два самолета модернизированной версии Ан-2. Геотек-сейсморазведка предлагает более 200 вакансий для жителей округа. С целью реализации соглашения о сотрудничестве, которое было подписано акционерным обществом с администрацией региона в марте этого года, дочернее предприятие компания «Север Геофизика» объявила о массовом наборе на территории округа сотрудников для геолого-разведочных работ. Принимать на работу жителей округа предприятие намерено с сентября. В настоящее время в Наринмаре, в бывшем офисе Наринмар-сейсморазведки, специалисты кадровой службы принимают обращения от желающих получить работу, а также дают консультации по интересующим вопросам. Работники требуются для организации геологического отряда численностью в 250 человек на Южно-Саратаюском лицензионном участке компании «Лукоилкоме». Также возможна организация второго отряда на одном из лицензионных участков «Восток-Нау». Работа для жителей Нау предполагается сезонная с ноября по май. Предприятию требуются трактористы, бурильщики, взрывники, геодезические и сейсморабочие, сварщики пятого разряда, повара, а также инженеры. Как сообщает пресс-служба администрации округа, в настоящее время компания ведет переговоры с Центром занятости населения о привлечении на работу жителей сельских поселений в приоритетном порядке. Кроме того, достигнута договоренность с Ненецким профессиональным училищем об организации курсов подготовки трактористов из числа жителей Нау. Для выпускников курсов геотек-сейсморазведка дает гарантию последующего трудоустройства. Путевка на рыбалку Ненецкие рыбаки приобрели более 600 путевок на любительский вылов рыбы. При этом в текущем году окружная квота на вылов сенге для рыбаков-любителей увеличилась в три раза. На смену жаре приходит прохлада. Август обещает быть бодрящим и освежающим. В департаменте природных ресурсов экологии агропромышленного комплекса Ненецкого округа прошла процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков. В мероприятии приняли участие и окружные рыбаки-промышленники. Всего было подано 14 заявок. В рамках данного конкурса на реках Ненецкого округа было выставлено 6 рыбопромысловых участков. Это двойник на реке Большая, Двойничная, Черная на реке Черная в бассейне Баренцево море, Матюшина и Нарыга на реке Печора, Вижес на одноиме на реке, а также самый большой по площади участок Индига на реке Индига. Еще 6 участков озерные. Это участок Погремты, 2 участка на озере Висерты и 3 участка на озере Голодная губа, Пыты, Огрешный нос и Рогачиха. Помимо этого на конкурс был выставлен один морской рыбопромысловый участок Ефты для осуществления прибрежного рыболовства. Все участки были сформированы в прошлом году с учетом предложений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. После этого они прошли процедуру согласования с Росрыболовством. На сегодняшний день в перечень рыбопромысловых участков Ненецкого округа входит 73 участка для промышленного рыболовства. Ненецкие рыбаки приобрели более 600 путевок на любительский вылов рыбы на двух рыбопромысловых участках – Городской и Чайкино. Сезон вылова рыбы в этом году, согласно решению анодромной комиссии, продлится до 15 октября. Разрешения на рыбалку выдаются в главрыбводе по адресу Сопрыгина, дом 3. Для решения традиционной проблемы очередей территориальное подразделение федерального учреждения на период выдачи путевок трудоустроило еще одного специалиста. Рыбаки-любители могут получить два вида путевок. В частности, право на вылов анодромных видов рыб закреплено в путевке стоимостью 2000 рублей. Владелец такого документа сможет выловить один экземпляр семги и 15 экземпляров горбуши. Другая путевка стоимостью 1000 рублей позволяет рыбакам-любителям выловить 10 кг сега и 8 кг ряпушки. Каждый из рыбаков, получивший путевку, должен отчитаться по итогам рыбалки не позднее, чем через 5 дней. Отчет в более поздний срок является нарушением. В совокупности для любительского и спортивного рыболовства в нынешнем году округу выделено 4,5 тонны семги. Это в три раза больше прошлогодних объемов. Также для любителей в этом году доступны в общей сложности 5 тонн горбуши. В целом на рыбаков округа, любителей и промышленников выделено 16 тонн семги, что на 60% больше, чем в прошлом году, и чуть более 10 тонн горбуши. Увеличение общей окружной квоты на вылов семги для ненецких рыбаков стало следствием переговоров Департамента природных ресурсов, экологии и АПК с отраслевыми научными организациями и Росрыболовством. Тотальный диктант 2018 пройдет 14 апреля. Главным новшеством акции станет ежегодная смена столицы диктанта, которую будут выбирать путем голосования. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции, куда автор приезжает читать свой текст. Прием заявок от городов-участников начнется осенью. Далее на сайте totaldict.ru пройдет народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из семи участников. Презентация вошедших в него заявок пройдет в феврале в Новосибирском государственном университете. Тогда же будет объявлен победитель. При этом штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему будут находиться в Новосибирске. Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми диктаторами с 2004 по 2008 год были преподаватели НГУ. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну. Ее участниками стали более 200 тысяч человек. 31 июля отмечается народно-православный праздник «Амельянов день». С этого дня начиналась жаркая пора у хозяек. Они заготавливали варенье и соленье на зиму, топили баню и готовили чудодейственные напитки. А еще наблюдали за погодой. Считалось, какая погода будет в последний день июля, таков и будет последний летний месяц. Подробнее о традициях узнала Любовь Пермякова. С «Амельянов дня» начиналась жаркая пора у хозяек. Они заготавливали варенье и соленье на зиму. Большую часть заготовок составляли дары леса. Как говорили на Руси, «Амельян пришел, грибов и ягод нашел». Велит заготавливать. Вот и мы с вами сегодня приготовим варенье, рецептом которого с нами поделится Людмила Ульяновская. Секрет в чем? Ее надо варить не из спелых ягод, а из недозревших, из рохлых, так говорится. И вот мы специально ловим, сможем этот момент, собираем недозрелые ягоды, чтобы получилось желейное. Даже так? Да. И получается, когда сваришь эти ягоды, сироп, он застывает и становится как желе. И очень вкусное, своеобразное такое варенье. Но кто-то может добавить для вкуса мяты, кто-то кориандра или еще что-то. В гостях у Людмилы Павловны мы узнали не только о секретах правильного варенья, но и традициях изготовления чудодейственного напитка – морса и свежих ягод, который, как считали наши предки, был способен в 10 раз увеличить силы человека. Кстати, восстанавливались с таким напитком после тяжелой поры. Ведь в Амельянов день на Руси заканчивалась жатва. Заканчивалась жатва. Это, конечно же, в южных регионах в основном. Но так как у нас много здесь тоже поморов сюда приехавших, то они тоже как бы заготавливали в свое время и рожь. И эта традиция у них тоже наблюдалась. То есть по окончании жатвы все орудия труда, которыми пользовались, выкладывались в форме круга, ну как солнца. И приходил священник, который читал специальный молебен, и серпы как бы считались освященными. Затем их несли торжественно в дома. После этого, по словам Валентины Косковой, серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года. А уже после всех приготовлений и обрядов было принято хорошо отдохнуть. Лучшим отдыхом после работы была баня. В этот день было принято париться вениками из полевых цветов или трав. Считалось, что такой обряд снимает всю усталость. Накопившуюся за время жатвы. Баню топили дубовыми дровами. При этом старались найти дрова громобойные. Из дерева, куда ударила молния. Наши предки верили, что жар именно от таких дров имеет огромную целительную силу. А еще в этот день наблюдали за природой. По народным приметам считалось, что какая погода в этот день, такой будет большая часть осени. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На смену аномальной жаре придет похолодание. Июль в этом году порадовал жителей округа солнечной погодой и жаркими деньками. Местные жители успели позагорать и даже искупаться. А вот август обещает быть более прохладным. Плюсовая температура сохранится, но большой жары уже не будет. О прогнозе погоды на август в телефонном интервью нам рассказала начальник отдела метеопрогнозов Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города Архангельск Людмила Цыплакова. В августе у нас ожидается среднемесячная температура, ожидается около нормы. Норма у нас для округа 8-10 градусов, для города Наринмар норма 10 градусов. И по осадкам у нас также, в общем-то, около нормы. Норма для округа 37-68, ну и в Наринмаре норма 61 миллиметр. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.